Совсем недавно в Таллиннском русском музее завершилась выставка Анатолия Умеренкова, который представлял старшее поколение русских художников Эстонии. Сейчас же пришло время экспозиции его друга, коллеги и ученика, достаточно молодого художника Станислава Антипова. Так что нынешняя экспозиция демонстрирует еще и преемственность поколений. Станислав Антипов много и плодотворно работает в техниках масла и акварели. Среди 23 выставленных работ Антипова можно увидеть как натюрморты и портреты, так и пейзажи, на которых изображено своеобразие эстонской природы. Гордостью же выставки стало большеформатное более чем двухметровое полотно женщины Кихну. Эта работа еще не совсем закончена и вот очень хорошо видно. Художник специально оставил рядом с ней свой мольберт и кисточку как символ того, что еще закончит эту работу. Очень приятно и символично, что работа заказана нашими коллегами из музея Кихну. И то, что мы сейчас видим, это полотно у нас в музее, необычно, поскольку это в первый раз в процессе. И после того, когда художник закончит эту работу, она отправится на остров. И только там можно будет ее увидеть. На этой красочной картине изображены образы и быт жительниц Кихну. Но пришедшие на открытие выставки в своей традиционной одежде обитательницы этого острова придали экспозиции еще больший колорит. Это такой удивительный какой-то затерянный мир в Балтийском море. Такой небольшой островок размером всего там 3 на 7 километров. Но удивительно то, что все жители ходят в национальных костюмах повседневно. То есть каждый день одевают национальные костюмы и каждый день они что-то делают, свои какие-то национальные старинные ремесла. Играют на аккордеонах. Причем играют на аккордеонах от малого до велика все. Сам Станислав Антипов родом из Удмуртии. От тамошних художников, которые столетиями сохраняют на своих полотнах родниковую чистоту творчества, передавая проникновенную любовь и нежность к родной земле, художнику наследовал лучшие традиции классической реалистической живописи. Благодаря этому уникальному владению кистью, он мастерски переносит свое восхищение красотой эстонской природы на свои живописные полотна. И этой красотой он рад поделиться с гостями Таллинского русского музея до середины января следующего года. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.